Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Всем привет! Всем привет! Всем доброго, доброго, доброго Доброго времени суток, друзья! Сегодня я специально записываюсь попозже, потому что у меня Я вам говорил уже, наверное, у меня здесь нет никаких лампочек и так далее Поэтому я записываюсь здесь при естественном освещении Это иногда бывает хорошо, иногда бывает не очень Например, чтобы сделать какую-то уютную подсветку Мне надо записываться как раз за 20-30 минут до заката Тогда самое тусклое освещение, а моя подсветка проявляется Ее становится видно А сегодня я хотел бы сделать звуки клавиатуры У меня сегодня вот такая клавиатура Называется она Gamesir Ну, как-то так И это механика Я ее здесь купил на распродаже Здесь есть сайт местный во Франции На котором люди выставляют разные свои вещи, которые им больше не нужны Ну, такая такая бараховка Вот, и мне повезло Здесь по-местному один дядька выставил просто за копейки вот эту вот клавиатуру Вот И, ну, теперь я понимаю почему Во-первых, потому что ее можно подключить к телефону и к компьютеру Вот К телефону подключается с помощью Bluetooth Но для того, чтобы ее подключить там к телефону Надо очень много танцев с бобными К компьютеру она тоже подключается не с первого раза Очень-очень сложности большие с этим Поэтому, видимо, чувак просто не мучился с ней Но я, видимо, научился и решил продать там Или как-то, я не знаю Вот Вот такая вот прикольная клавиатурка Мне она понравилась Потому что, во-первых, здесь встроенный аккумулятор на Bluetooth И тут USB Type-C Вот, в принципе, все, что мне нужно знать Значит, включается она Включается она очень просто Вот таким вот образом И загорается Подсветка такая Сейчас включился режим Bluetooth Вот То есть в режим Bluetooth она Вот так вот выглядит Здесь можно менять как-то, по-моему, вот так вот Подсветку, то есть выключать ее Выключать какую-то переливающуюся Вот Либо же делать так, чтобы подсвечивались только вот эти вот три кнопки Давайте вот такую оставим Она, в принципе, симпатично смотрится Сейчас вот такая вот переливающаяся Здесь Синие свечи И, возможно, этот человек продал ее только потому, что ему надоело вот это кликанье, клаканье постоянно Синие свечи, они реально достаточно шумные И у меня была уже когда-то клавиатура на синих свечах Это была клавиатура фирмы Razer Я ее купил специально, кстати, тогда вообще для SMR Но я, как и любой техноман, опять же не смог пройти мимо вот этой клавиатурки Потому что она по-своему все равно интересная Вот В общем-то говоря Давайте будем начинать Я просто немножечко поглоцаю Вот Вообще вот эти вот механические клавиатуры Честно вам скажу, что это Мне кажется Блажа, честно Я не вижу просто какой-то большой разницы между механикой и... Ну я как простой какой-то человек, который там что-то печатает, где-то там играется и так далее То есть между какой-то механикой и обычной вот этой вот мембранкой, так сказать, вот для меня Опять же Если нормальная мембранная клавиатура не самая дешевая там, да То вполне себе ее хватает То есть механику покупать там чисто ради игр каких-то там Я бы не стал Вот Но вот это вот просто купил, опять же, потому что не потому что там мне нужна была клавиатура Просто такая цена была реально очень-очень Ну я думал даже, что она не работает, вот честно скажу Потому что она стоила где-то, наверное, процентов 7 от новой, то есть цены Вот И я просто не смогу пройти мимо и купил ее Как сорока, знаете, которая покупает, но не покупает, тащит в дом все, что блестит Да Вот Я фактически собираю какую-то интересную технику Вот Подставочка Вот такая вот Это вот пробелчик Давайте поклацаем Вот сейчас Она сейчас ушла в сон, по-моему Вот сейчас Да, она ушла в сон Потому что мы не подключили же ее к телефону Просто мы ее включили, поклацали и выключили Но если ее опять включить, она, видите, опять просыпается И давайте еще раз вот включим Просто, например, какой-нибудь там Не знаю Ну давайте вот такое, да Вот такое, в принципе Опять же дело в том, что там как-то можно зайти скачать программу на телефон Чтобы поменять там какие-то варианты расцветок и так далее То есть это все настраивается там Опять же настраиваются клавиши, как там, например Ну, можно настроить на одну вот эту клавишу там несколько, какое-то сочетание из клавиш Например, там-то тоже очень удобно Вот, но эта программа ее уже нет в флеймаркете, потому что она уже устарела То есть ее оттуда удалили И это надо ее качать откуда-то там на сайте производителя уже тоже давно нет этой клавиатуры Вот Вот И фактически ее надо качать где-то там на сторонних сайтах То есть это я не стал делать Поэтому, в принципе, мне без разницы там, насколько она Каким светом светится вот В принципе, лишь бы она светилась каким-то цветом Цветом, да, потому что и так да будет Ой, смотри, как прикольно Смотрите, нажимаешь кнопочку и она подзагорается Прикольно вообще Иди сюда Очень, по-моему, круто Давайте попробуем Вот это, кстати, тоже клевый режим, по-моему, да Вот трещит она, конечно, как я не знаю Какая-то печатная машинка Какая-то, да Поднимите руку Кто видел когда-нибудь настоящую печатную машинку Я видел И даже что-то печатал Пробовал, мне было интересно Ну, я как минимум, как фотограф Встречал печатные машинки на студиях Да, на фотостудиях Потому что это очень частые экспонаты Каких-то студийных Студийный реквизит Да, когда стоит какой-то стол Там за ним печатная машинка В стиле нуар Что-то и так далее Потому что, да Огромное количество их осталось Еще из Советского Союза Ими просто, фактически, усилены Наверное, были все подвалы Там школьные какие-то Антресоль и так далее Потому что Раньше, конечно, было много их Потом все постепенно перешли Уже на компьютеры Конечно же Конечно Вот Но очень прикольный звук Реально Он немножко отличается, конечно От клавиатуры У меня когда-то была идея Купить Была идея купить печатную машинку Но Сейчас она уже, наверное, неосуществима Хотя Скорее всего В Франции тоже не продаются Но Здесь покупательную печатную машинку Для ASMR Это Непозволительная роскошь Скажем так Вот Тем не менее Вот эти вот клавиатуры Давайте теперь заново опять все выключим И включим Потому что она опять ушла В сберегательный режим Вот Вот эти вот клавиатуры Они еще давно были То есть, может быть, вы не знали Но Вот эти первые клавиатуры от Microsoft Которые были Они-то ведь тоже на самом были Механические Механика, да? Вот С таким же точно звуками Они, ну, может Немножко с другими Да, переключались Клацались Я помню, что у нас еще В кабинете информатики Были старенькие Майкрософтовские клавиатуры Вот И Они реально очень громко Конечно, очень громко Клацали Это было Ну Представьте себе Когда сидит Целый класс Да? И что-то увлеченно печатает Это, конечно Зрелище интересное Мне очень нравится Вот этот режим Прям он очень прикольный Я о нем не знал, кстати Да? Смотрите, как получается Так Я сейчас случайно нажал кнопочку Fn Да? Здесь есть такая кнопочка Которая Переключает режим Ух ты Смотрите, этот режим Какой-то пульсации появился Прикольно Вот На самом деле Реально интересно Все сделано Казалось бы Да Что тут Что тут можно придумать Ну это просто Обычный окрызок От клавиатуры Кусочек Да? Для игр каких-то Придумаешь с подсветкой Всякие такие И развлечения Да? Да? То есть там разный режим Как хиты Конечно, я знаю, что геймеры Там всякие разные Любят Необычные Какие-то гаджеты Ну это как автомобили Да? То есть, например, есть автомобиль Который просто нужен Для того, чтобы ты куда-то ехал На нем Как обычная клавиатура Для того, чтобы что-то печатать Да? А есть там люди Которые просто У которых Ну достаточно денег И они там как-то машины свои Кастомизируют Там Какими-то подсветками Их украшают Какими-то новыми Хромированными Деталями Как-то полируют Там Красят В общем, доводят их На состоянии чего-то Прям очень интересного И вот С компьютерными Аксессуарами Я думаю, то же самое Потому что Ну Действительно Есть люди Я несколько даже Таких человек знаю Для которых Компьютер Это Просто Целая жизнь Наверное А у них Там Какие-то суперсистемы Водяного охлаждения Там Стоят Светящиеся Вот эти все Кулеры Там Какие-то Супер корпуса Там Супер Комплектующие Да я вообще просто молчу Там просто можно Бочку купить За одну видеокарту Вот То есть Реально люди В это вкладываются Ну потому что Это им нравится Ну опять же И никто не вправе Я считаю Из-за этого Как-то Осуждать И говорить Что типа Вот ты там купил компьютер Крутой Мог бы купить себе Там Не знаю Автомобиль Вот это очень часто Вот Часто очень Какие-то претензии Которые Как правило Предъявляют людям Которые покупают По мнению других Какую-то глупость Да то есть А почему это глупость Потому что Ты так решил Ну на самом деле Это неправильно Почему Потому что Для каждого человека Что-то особенное Ну Особенно Да Кому-то Кажется Что Да вот же Зачем надо Там всю жизнь Копить на квартиру Или Всю жизнь там Что-то Там Такое Да Жить по правилам И ничего там Не позволять себе Или наоборот Что там Можно позволить себе Именно вот Лучше там Кому-то на отдых Скопить Опять же Там Чтобы съездить там Куда-то на океан Или там В Индию Или вообще Сгонять куда-нибудь В путешествие Кто-то покупает себе там Какие-нибудь Квадрокоптеры Которые Вот эти FPV-дроны Которые Ну типа как в Звёздных войнах Чтобы полетать Кто-то Наоборот В компьютерах Сидит И опять же Это их Выбор И я считаю Что это здорово Когда тебе нравится Чем-то заниматься Что-то собирать Что-то делать В какой-то области Которая Которая Именно тебе Подходит Это очень круто И нельзя сравнивать Там Что Ой За эти же деньги Можно было купить Там автомобиль Или Пятьсот тысяч Буханок хлеба Или там Ящик водки Или что-нибудь ещё Ни в коем случае Потому что Для этого человека Например Автомобиль будет Не так интересен Даже как какой-нибудь Хороший компьютер Или Как какой-нибудь Хороший шлем Виртуальной реальности Или там Как какой-нибудь Другой гаджет Например Я не знаю Какой-нибудь Может быть Мотоцикл Или мопед Или велосипед Действительно Почему бы и нет Вот И я считаю Что это здорово Опять же Когда у людей Есть какие-то Хобби Когда у людей Есть какие-то Интересные вещи Которыми Интересно увлекаться Интересно заниматься И это Очень-очень Классно Короче Я молодец Потому что У меня есть Хобби И собирать Всякую Требяте Не нужно Но мне Она нужна Я с радостью Попробую Настроить Эту клавиатуру Может быть У меня получится Как-то Настроить Под Компьютер Под Какие-то Другие Гаджеты Интересно Потому что У меня есть Блютуз И Её Можно Диолетически Подключить В принципе К чему угодно Она очень Достаточно Интересная И чуть-чуть Шумноватая Поэтому Спать я сегодня Буду в коридоре Потому что Ольга с такой клавиатурой Меня в комнату Не пустит Реально Когда что-то Клацаешь Иногда Раздражает Но Опять же Почему нет В принципе Почему бы И Не Попробовать Разные вещи Спасибо за просмотр Друзья Сегодня был такой Спокойный Таппинг-бок Клавиатуру Я с вами поделился Своим небольшим Приобретением Мне Понравилась Несмотря ни на что Клавиатура И Буду её Настраивать Буду сидеть Над ней Почитаю инструкции Постараюсь Скачать Эти драйвера И так далее Ну а вам Спокойной ночи Занимайтесь Тем Чем вам нравится И пусть это приносит вам удовольствие И пользу Всем Добра Всем До свидания Спасибо тебе За просмотр Надеюсь Видео тебе понравилось Субтитры сделал DimaTorzok